Друзья, всем привет! С вами я, Искрабер. Сегодня у нас опять топчик, топ лучших телефонов от 100 до 150 долларов. Если говорить о рублях, то это приблизительно от 6600 рублей до приблизительно 10 тысяч рублей. Вот такая ценовая категория нас интересует. Очень интересные телефончики подобраны. Давайте начинать. Десятое место. Meizu M8C. Приемник предыдущего Meizu M5C. Здесь диагональ дисплея 5.45, HD качество, 295 ppi. Соотношение пикселей на дюйм. Процессор здесь Snapdragon 425. Версия начинается от 2.16. В Antutu приблизительно убивает около 32 тысяч баллов. Камера на 13 мегапикселей, апертура f2.2, фронталочка на 8 мегапикселей, светосила f2.0. Батарея на 3070 мАч. Новая модель была представлена в России в начале лета 2018 года и является преемником бюджетного аппарата предыдущего поколения M5C. И прогресс в этом телефоне, конечно же, очевиден. Здесь уже установлен процессор Qualcomm, а не Mediatek. Это уже гораздо веселее. Экран вырос от 5 до 5,45 дюймов. А батарея осталась приблизительно такой же. Нижняя рамка абсолютно пустая. Все управление осуществляется с помощью наэкранных клавиш. Торцы корпуса выполнены в виде скругленных краев задней крышки. Благодаря их форме обеспечивается надежный и комфортный хват аппарата одной рукой. Задняя крышка выполнена из пластика с фактурой soft touch, которая позволяет аппарату не скользить в руках и приятно тактильно. Используется фирменная оболочка Flyme OS, работающая на базе операционной системы Android 7.1. Есть отдельные любители оболочки Flyme OS. Она очень хорошо адаптирована для данного телефона. Сенсорная кнопка MBag удобна для использования, придется по душе многим. Порадует возможность выбора между стандартными кнопками и таким решением, как кнопка MBag. Отличный телефон за свои деньги Meizu M8C. 9 место. Asus Zenfone Max Plus M1. Не путайте с Pro M1. Здесь экран 5,7 дюймов. Full HD Plus разрешение 424 ppi. Процессор Mediatek MTK6750T. Начинается версия A2.16. В Antutu выбивает приблизительно 37 тысяч бенчмарок. Не торопитесь делать выводы по поводу процессора. Камера на 16 мегапикселей, f2.0 и фронталочка на 8 мегапикселей с хорошей светосилой f2.0. Батарея здесь 4130 мАч и это козырь этого телефона. Asus Zenfone Max Plus. Они чем не отличаются от Asus Zenfone 3 Zoom. Zenfone 4 Max. Металлическая крышка, две пластиковые вставки, оформление камеры и так далее. Повторение линейки компании Asus. Модное соотношение сторон для 2018 года. Здесь установлен microUSB, а сверху есть миниджек. Хорошим отличием этого телефона является тройной комбо-слот. Сюда можно подместить две nano-симки и microSD. Asus Zenfone Max Plus получился вполне себе простым обычным телефоном. Очень хорошим за свои деньги. Выглядит он неплохо для 2018 года, но сильно не выделяется от всех остальных девайсов на поле телефонии. У Asus Zenfone Max Pro M1 есть NFC. Здесь его нет, конечно же, если бы его сюда закинули, то место у этого телефона было бы гораздо выше, чем сейчас. Отличная матрица экрана, наличие двух камер, хороший тройной слот для симок, материалы и сборка и все остальное. Итак, заслуженное девятое место. Восьмое место – Huawei i7 Prime. Здесь большой уже экран, 599 дюйма, HD плюс разрешение, 269 ppi, не такое, конечно, большое, как хотелось бы. Процессор 430 Snapdragon. Версия начинается от 2.16. В Antutu убивает приблизительно 42100 баллов. Камера на 13 Мп, апертура f2.2, фронталочка на 8 Мп и батарея 3000 мАч. Ни много, ни мало. В модельном ряду Huawei смартфоны линейки i занимают низшую позицию, то есть это самые бюджетные телефоны. Но Huawei i7 Prime 2018 года является отличным выбором. Аппарат получился легким, 155 грамм, но корпус ощущается вполне жестким и отлично собранным. Размеры привычны для 6-дюймовых аппаратов с соотношением сторон 18 к 9, а расположение элементов управления стандартное. Одним из плюсов этого телефона тоже является тройной сим-лоток, то есть сюда можно установить 2 наносимки плюс microSD. Отличная новость. При повседневной эксплуатации i7 Prime 2018 года работает с нормальной скоростью. В программном плане нас ждет Android 8.0 с фирменным интерфейсом EMUI 8.0, то есть все хорошо, по обновлению тоже все будет отлично. Плюс этого телефона дизайн, отдельный стол для двух наносим-карт и карты памяти, быстрый сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу, нормальный экран и производительность. Этот телефон дает пользователю ровно то, что можно от него ожидать за эти деньги. Итак, отличное соотношение цена и качество Huawei i7 Prime. Восьмое место. Седьмое место. Meizu M6 Note. Да, это не новинка, но очень великолепный показатель у этого телефона. Экран 5,5 дюймов, Full HD разрешение 401 ppi, великолепный процессор 625 снаб. Версия начинается от 3.16 и в Antutu плюс-минус убивает он около 75 тысяч баллов. Камера великолепная на 12 мегапикселей с отличной светосилой 1.9, Sony AMX 362. Фронтака на 16 мегапикселей, апертура f2.0 и батарея 4000 мАч. Великолепные показатели. Хотя этот телефон не новый, он заслуженно занимает седьмое место в этом топе, потому что великолепные показатели. Если брать заднюю крышку, то задняя крышка смотрится вполне себе ок даже для этого года. Спереди, конечно, рамки уже достаточно большие и широкие, но здесь отметим, что великолепный сканер отпечатков пальцев. Все работает быстро, шустро. Очень хорошие камеры для этого телефона и в особенности селфи-камера. Ну и основная камера тоже бьет очень неплохо. То есть, если вы в этом топе выбираете великолепные и хорошие камеры, то Meizu M6 Note очень хорошее предложение сейчас на рынке, потому что, в принципе, его цена на границе около 100 долларов. То есть, приблизительно плюс-минус туда-обратно. Для всех показателей, которые находятся в этом телефоне, своя оболочка Flyme OS. За все эти показатели 100 долларов приблизительно плюс-минус. Это великолепная цена. Так, заслуженное седьмое место. Далее, Honor 7C Pro. Экран большой, 599 дюймов. VHD+, разрешение 269 ppi. Не так много. Камень здесь новый, 450 снаб, отличный. Версия начинается от 3.32. В Antutu выбивают приблизительно около 60 тысяч баллов. Камера на 13 мегапикселей, f2.2. Фронталочка на 8 мегапикселей, f2.0. Батарея на 3000 мАч. Много доступных смартфонов компании Huawei и Honor используют один и тот же чипсет Kirin 659. Или же другие Kirin. Конечно, этот процессор порядком уже устарел. И есть счастливые исключения, когда компания Honor использует процессоры Snapdragon. Итак, здесь Snapdragon 450. Очень выгодное предложение, потому что на T-Mall этот телефон можно найти менее чем за 10 тысяч рублей. А учитывая, что это великолепный бренд, очень красивый телефон с современным соотношением сторон и великолепным железом, это отличное предложение на рынке. У модели Honor 7C Pro металлический корпус бывает черным, синим и золотистым. Пластиковые вставки в верхней и нижней частях, двойная камера в углу, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели. Все, в принципе, как у всех. Также отличной особенностью является тройной комбо-слот, куда можно установить две наносимки плюс microSD. Компания Huawei и компания Honor в этом плане отличаются и большое им за это спасибо. Операционная система Android 8.0 Oreo и сверху нее накатили EMIUI 8.0. Honor 7C Pro один из наиболее интересных бюджетных спартфонов, который получился у компании Honor за последнее время. Если взять все эти параметры, то на самом деле трудно найти аналогичный телефон, если не брать во внимание только компанию Xiaomi. Итак, заслуженное шестое место Honor 7C Pro. Пятое место Mi A2 Lite. Экран здесь 584 дюйма, Full HD+, разрешение 432 ppi, великолепный экран на 625 Snapdragon, непроверенном, долговечном и очень хорошем. Версия начинается от 3.32, в Antutu плюс-минус убивает около 76 тысяч бенчмара. Камера на 12 мегапикселей, апертур f2.2 и фронталочка на 5 мегапикселей. Батарея, друзья, 4000 мАч. Спасибо вам большое, компания Xiaomi. Конечно, отличительной особенностью Mi A2 Lite является голый Android. Этот телефон входит в программу Android One. И этим он отличается больше всего от всех остальных. Mi A2 Lite является упрощенной версией обычного Mi A2, а аппаратная это копия Redmi 6 Pro. С какой скоростью Xiaomi штампует новые модели телефонов, конечно, пугает. Есть риск запутаться вообще во всем этом разнообразии. Если вы запутались, то есть на канале обзор всех телефонов компании Xiaomi. А мы продолжаем. Линейка под названием A у компании Xiaomi очень простая. Здесь несколько телефонов, и все они входят в программу Android One и работают на голом чистом Android. Mi A2 Lite как раз является таким телефоном. Можно сделать вывод, что смартфон создан для тех, кто не любит оболочки разных производителей, а хочет себе добротное устройство на чистом голом Android, но не готов платить большие деньги. И как раз Xiaomi Mi A2 Lite является таким телефоном. Для чистого голого Android он стоит очень дешево, поэтому занимает достойное пятое место в нашем топе. Четвертое место Lenovo S5. Здесь экран 5,7 дюйма, Full HD+, разрешение 424 ppi, 625 дракон. Версия начинается от 3.32, в Antutu убивает приблизительно 75 тысяч BMC марок. Основная камера на 13 Мп, f2.2, фронталочка мощная на 16 Мп и батарея 3000 мАч. Отброшенная за пределы лидерских позиций в среднем ценовом сегменте, китайская компания Lenovo представила сразу несколько моделей, способных, по ее мнению, бороться с продукцией Xiaomi, Meizu, Honor и других интересных брендов. Если бюджетный телефон этой компании вызывает смешанные чувства, то Lenovo S5 действительно похож на потенциальный битселлер этого года. А внешность новинки продуманная и впечатляющая. Хорошая эргономика достигается скругленными углами и изогнутым стеклом. Великолепный экран 5,7 дюймов. Хорошая начинка. Единственная батарея на 3000 мАч. Если бы здесь было на 4000 мАч, то это действительно был бы битселлер этого года от компании Lenovo. А так, очень хороший, приятный телефон с хорошими техническими данными. А почему он на четвертом месте? Потому что хотелось ставить ни Xiaomi, ни Honor. Хотелось найти какую-то интересную альтернативу в этом топе. Поэтому Lenovo S5 заслуженное четвертое место. Ну и кто же открывает тройку лидеров? ZTE Blade V9 Vita. Почему? Давайте обсудим. Экран 5,45 дюймов. Full HD+, разрешение 443 ppi. Процессор не такой уж мощный. Слабенький. Snap 430. Версия начинается от 2,32. В Antutu убивает приблизительно 38 тысяч бенчмарок. Камера на 13 мегапикселей. Батарея от OmniVision и фронталочка на 5 мегапикселей. Батарея 3200 мАч. Поговорим немного о телефоне, но сразу же скажу, почему третье место. Потому что в этом телефоне есть NFC. А это для многих немаловажно, а иногда является и ключевым фактором покупки телефона. И так, за эту небольшую цену здесь есть эта фишка. Несмотря на скромную цену, ZTE Blade V9 Vita умудрился собрать в себе практически все фишки флагмана. Есть NFC, двойная камера, разблокировка по лицу и по отпечатку. Прочие необходимые функции есть в этом телефоне. Задняя часть выполнена из софт-тач пластика. Кнопки размещены на правом торце на удобной высоте для использования. Производитель установил стандартный добрый микро-USB. Если бы сюда затащили еще USB Type-C, так вообще бы цены этому телефону не было. Главный девиз этого телефона – челки нет, NFC есть. Итак, ZTE Blade V9 Vita, заслуженное третье место. Второе место – Honor 7C. Экран здесь 5,7 дюймов, VHD+, разрешение 282 ppi. Процессор слабенький, 430-й снаф, версия начинается в 3.32. В Antutu выбивает приблизительно плюс-минус 38 тысяч бенчмарок. Основная камера на 13 мегапикселей, апертура f2.2 и фронталка на 8 мегапикселей. Батарея тоже, ни много ни мало, 3000 мАч. Почему же Honor 7C стоит на втором высоком месте? Да, здесь тоже есть NFC, и это фишка этого телефона. Почему-то в Pro версию NFC не установили. 7C есть NFC, и это отлично. Вот такие вот великолепные стихи от AdScriber. Смартфоны серии C от Honor всегда были отличным предложением по цене и качеству. И новинка Honor 7C не стала исключением. Это доступный, приятный и функциональный бюджетник с меняемым качеством снимков на выходе. Еще одним из плюсов этого телефона является комбо-лоток тройной. Здесь тоже можно установить две наносимки плюс microSD. Итак, великолепные показатели у этого телефона. Современный дизайн, отличная компания. Устанавливайте себе Google Pay, привязывайте карту и без всяких проблем расплачивайтесь с этим телефоном в магазинах, как делается на современных флагманах. Великолепная фишка у этого телефона. Выглядит красиво и интересно. Новинка этого года. Поэтому заслуженное второе место Honor 7C. Друзья, кто же на первом месте? Компания Xiaomi. Да, вот как-то так банально. Я сюда поставил Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Давайте пробежимся по техническим характеристикам этих телефонов. И первые цифры будут у Redmi 5, а вторые у Redmi 5 Plus. Итак, экран 5,7 дюймов в HD+, разрешение 282 ppi. В плюс версии 599, в Full HD+, разрешение 409 ppi. Конечно же, экран на Redmi 5 Plus гораздо лучше. Тут хлебом не корми. По процессорам. В первом случае 450 снаб, версия начинается от 2.16, в Antutu выбивает приблизительно 8000 баллов. Во втором случае 625 снаб, версия начинается от 3.32 и в Antutu выбивает приблизительно 76000 бэмчмарок. По камерам 12 мегапикселей, апертура f2.2 от компании OmniVision, фронталочка на 5 мегапикселей, батарея на 3300 мАч у Redmi 5, а у Redmi 5 Plus батарея на 4000 мАч. По мне так не процессор, а именно батарея является плюсом для Redmi 5 Plus. Потому что 450 снаб не такой уж и слабый по сравнению с 625. Тем более, видеоускорители у этих двух телефонов одинаковые, то есть по видеографике они справляются почти что ровно. Конечно же, с небольшим преимуществом у Redmi 5 Plus. Почему эти телефоны стоят на первом месте? Мне кажется, в ценовой категории от 100 до 150 долларов это великолепное предложение. Во-первых, это битселлер их постоянно покупает. На вторичном рынке эти телефоны тоже считаются на очень хорошем положении. Вы можете его продать и купить себе что-то новое, обновиться и так далее. Но также есть здесь фирменная оболочка MIUI, которая постоянно обновляется, эти телефоны. Тоже на компании Xiaomi не забыла про эти телефоны, они постоянно обновляются. И это, конечно же, большой плюс. Ну и в целом по корпусу это современный дизайн, это великолепные камеры. Очень хорошо оптимизированные, хорошо настроенные, ну и проверенные аппараты. У тебя есть, конечно же, свое мнение в отношении этого топа. Пиши об этом в своих комментариях. Пиши, в принципе, любой комментарий, он подойдет. С вами был я, Эдскрайбер. Подписывайтесь на этот канал, жмите лайк этому видео, делайте репост этого видео. Всем большое спасибо, всем пока-пока и до следующих топов. Субтитры сделал DimaTorzok